Исцеление на собор оптинских старцев Уж до чего он оптинских старцев любил, что без слез говорить о них не мог, вспоминает о сыне, мать отца Василия. Задолго до канонизации он написал втайне от всех службу оптинским старцам, предвидя это велие торжество. Старцы божии из гробов чинно исходят и от сынов своих хвалу принимают. И на торжестве перенесения мощей преподобных оптинских старцев 23 октября 1998 года все так и было. Преподобный Амвросий Оптинский явился воочию одной паломницы и спросил ее, ты почему на крестный ход не идешь? Батюшка Амвросий, сказала она, да ведь туда милиция без пропусков не пускает, пойдем со мной, я тебя проведу. Недоверчивая паломница не пошла за ним, но следила, увидев, как он прошел мимо милиции, а из-за многолюдства пускали действительно по пропускам, и все удивлялись, почему его никто не видит. А к паломнице тут же подошел схиигумен и, повторив слово в слово сказанное преподобным Амвросием, провел ее на крестный ход. 24 октября 1998 года на собор оптинских старцев, на могиле новомученика Василия Оптинского, произошло исцеление, знаменующее его участие в торжестве оптинских святых и утверждающее нас в мысли, это на земле все раздельно, а в Царстве Небесном единение в любви. Рассказывает Иннокене Георгия, в ту пору геолог Людмила Васильевна Толстикова. 24 октября 1998 года на собор оптинских старцев я пришла после литургии на могилы новомучеников. Тут подходит паломник, как-то странно и неловко прижимает к себе листки бумаги и просит меня набрать ему в эту бумагу земельку с могил новомучеников. Разве вы сами не можете, удивилась я, но взглянула на его руки, и мне стало стыдно. Кисти рук были бледно-восковые, как у мертвеца, и он не мог владеть ими. Набираю ему земельки и говорю, да вы хоть руки приложите к могилкам. Наклонился он над могилки отца Василия, водит руками по земле, вдруг засмеялся и показывает мне розовые живые пальцы. — Смотрите, — говорит, — руки живые, а врачи хотели мне их отнять. У меня даже слезы из глаз брызнули. — Напишите, — говорю о вашем исцелении. А он все шевелит пальцами, смотрит на них, улыбаясь, и говорит, — лучше вы с моих слов напишите. Вот мой адрес. 249-431, Калужская область, Кировский район, почтовое отделение «Малопесочное», Акимов Алексей Николаевич. Чтобы официально засвидетельствовать свое исцеление, паломник Алексей Акимов после возвращения из Оптины сходил к врачу и прислал в монастырь письмо, совложенное в него медицинской справкой. Справка. Выдано Акимову Алексею Николаевичу 1962 года рождения. Деревня «Малопесочная» в том, что 27 октября 1987 года он перенес Перелом НЗ левого плеча Открытый перелом обеих костей левого предплечья в НЗ Перелом фаланги первого пальца Рваная рана левого плеча Разможженная рана первого пальца левой кисти Травматологический неврит локтевого, лучевого нервов с нарушением функции левой руки На рентгенограмме 27 октября 1987 года Оскольчатый перелом НЗ левого плеча Оскольчатый перелом обеих костей предплечья НЗ слева Отрыв шиловидного отростка локтевой кисти Перелом фаланги первого пальца 20 ноября 1998 года При осмотре Функция левой кисти восстановлена Врач Шилова Алла Григорьевна Печать поликлиники Из письма Алексея Николаевича Акимова Коротко о себе По профессии я тракторист Семьи нет А потому я более свободен, чем семейные И люблю посещать святые места Как называется моя болезнь, не знаю Плохое кровообращение в кистях рук Выражалось это в плохой переносимости холодной погоды И общем плохом самочувствии Были обескровлены третий и четвертый пальцы обеих рук И выглядели белее бумаги Началось это омертвение в апреле А в сентябре болезнь обострилась В поликлинике Кировского района мне выдали больничный лист И врач Алла Григорьевна Шилова Велела держать руки в тепле Мне было не совсем удобно надевать перчатки при 15 градусах тепла Но врач настаивала, предупредив, что иначе может начаться гангрена Алла Григорьевна направила меня на обследование в Калужскую областную больницу Там мне сделали рентгенограмму Установив при обследовании, что кровообращение в кистях обеих рук крайне низкое Даже в помещении больницы руки замерзали Сразу после больницы я приехал в Оптину на праздник преподобного Амвросия И руки замерзали даже в храме В Оптиной пустыне я бывал и раньше, но на могилы новомучеников не ходил 24 октября 1998 года я стал размышлять, что угодники божии новомученики Иеромонах Василий, Инок Трофим, Инок Ферапон, святые И решил набрать земли с их могилок У могилок была Людмила Васильевна И я попросил ее набрать мне земли с могил, так как самому мне это было сделать трудно Увидев мои побелевшие пальцы, Людмила Васильевна предложила помолиться об исцелении новомученику Василию Оптинскому Я стал молиться и положил руку на могилу отца Василия Минут через пять кисть руки потеплела А через десять минут пальцы порозовели и кровообращение восстановилось В тот же день я работал в монастыре на послушании, возил на тачке дрова О своем исцелении я рассказал тогда послушнику Вадиму Ныне Иеродиакону Тимофею, примечание редактора И показал имевшееся у меня с собой заключение врачей из Калужской больницы о моем заболевании Спасибо за все угодникам Божиим Спасибо за все Господу 20 ноября 1998 года Субтитры создавал DimaTorzok